Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариас, я таролог и психолог. И в первую очередь благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И сегодня у нас с вами очень интересная тема «Звонок из прошлого». Причем я хочу сказать, что эта тема не совсем касается личной жизни, хотя личная жизнь входит в эту тему, естественно. Поэтому, естественно, я посмотрю, от кого будет этот звонок и для чего, собственно, этот звонок может быть вам от каких-то знакомых по работе, от родственников, то есть от кого угодно может быть на самом деле этот звонок. Поэтому как раз-таки мы с вами посмотрим, когда будет этот звонок из прошлого, для чего и от кого. То есть вот таких три вопроса мы с вами сегодня посмотрим. Сейчас я разложу карты и вы сможете выбрать свою позицию. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, и нажимайте колокольчик, а также регистрируйтесь на мастер-класс. Уже два живых мастер-класса я провела, вы можете их приобрести. И планирую третий, всего их будет 12 мастер-классов. Вот те, кто не успели на первые, вы можете присоединиться к нам в любой момент. Девочки, которые начали с первого мастер-класса, продолжают обучение. Вот я учу, конечно, не только Таро, а вообще жизни в целом. То есть открываю именно тайны мироздания. Так что присоединяйтесь к мастер-классу. А кто хочет именно глубоко погрузиться в систему предсказаний, то есть полностью, то приобретайте курс обучения искусству предсказаний. Ссылочки внизу. Итак, смотрим. Когда будет звонок из прошлого? Для чего? И от кого? Вторая позиция. Когда будет звонок из прошлого? Для чего? И от кого? Третья позиция. Когда будет звонок из прошлого? Для чего? И от кого? Итак, сосредоточьтесь, девочки, на себе любимых. И выберите ту позицию, которая вот вас потянет прямо. Если не успели выбрать, поставьте видео на паузу. А я начинаю, потому что это не прямая трансляция. Это премьера. Поэтому можете перемотать в любой момент. Итак, начинаем с первой позиции. Когда будет вам звонок из прошлого? Ой, девочки, не скоро. Совсем не скоро. Для чего? И от кого? Ну, здесь сразу хочу вам сказать, что действительно не скоро. Во-первых, звонка будет два. Первый звонок будет от женщины. Нет, наверное, второй будет от женщины. Один будет звонок от женщины, другой от мужчины. От мужчины звонок будет где-то через шесть недель. Начиная, всегда отсчитывайте с момента просмотра. А от женщины звонок будет где-то через год. Разбираем теперь каждый звонок. Значит, от мужчины звонок будет с каким-то предложением, с какой-то страстью по шестерке жезлов. Здесь может быть вам либо предложение по работе какое-то, да, либо по должности, судя по картам. Либо какое-то выгодное предложение по финансам. Вполне возможно. А также, смотрите, предложение может быть и от мужчины, скажем, который к вам приедет. Вот здесь я, честно говоря, хочу... Ага, вот так даже. Да, может быть встреча с мужчиной. Мужчина, который скажет о том, что он приедет, какой-то мужчина. Мужчина сам не показался, то есть не хочет показываться, что за мужчина. Но, тем не менее, мужчина, скорее всего, либо родственник, либо мужчина, с которым вы знакомы, с которым может быть у вас роман на расстоянии. Или вы переписываетесь, да, или, скажем, мужчина уехал на заработки куда-то в другой город или в другую страну, вот какой-то мужчина. Мужчина однозначно ваш старый знакомый. Вот. Но не могу сказать, что мужчина прямо из прошлого, вот, мужчина, с которым вы поддерживаете, то есть либо близкие, дружеские отношения, либо любовные отношения с этим мужчиной у вас, вот, либо вот как семья идет мужчина. То есть, прям, прям, либо близкородственные, да, либо близко, прям, дружеские такие отношения. Вот такой мужчина. И вот с каким-то предложением, собственно, вам. Вот такой будет звонок. Дальше, по поводу женщины. Давайте посмотрим. От женщины где-то через год, да, будет звонок. Женщина будет предлагать вам либо тоже какое-то выгодное предложение. Возможно, будет предлагать вам либо к ней приехать. Тоже может быть либо родственница, либо подруга. Женщина такая практичная, серьезная, обеспеченная. Вот. Либо родственница, либо знакомая. Какая-то будет предлагать либо с ней поехать, либо к ней приехать, либо к ней переехать. Но звонок будет не скоро. Вот. Но зато очень-очень выгодно будет по финансам, то есть какое-то предложение. В принципе, девочки, по большому счету и то, и другое предложение выгодно по финансам больше. Я бы сказала, по работе, по финансам какое-то будет такое. То есть может быть и любовная связь с мужчиной, да. Но опять-таки здесь предложение такое, именно больше с практической точки зрения все-таки рассматриваю. То есть какое-то предложение. Тогда уже если от мужчины звонок, то мужчина будет либо будет говорить вам, что он приедет, да, с деньгами, если у вас мужчина ездит на заработки. Вот. Либо может быть поедет только ваш мужчина на заработки, да, и вот такой звонок, что вот я приезжаю уже с деньгами, да. Потому что здесь именно какой-то звонок связанный именно с финансами больше по пентаклям. Вот. Поэтому, соответственно, и связь такая. Или ваш родственник какой-то позвонит и скажет о том, что приезжая здесь, как бы можно устроиться, да, как из какого-то другого города или другой страны. Или ваш мужчина, да, с предложением именно переехать к нему. Вот. В общем, как-то так. То есть и по финансам здесь тоже выгодно. Либо финансы, либо, как я уже сказала, да, предложение именно переехать к нему, создать семью, либо то, что он приедет к вам. Именно, опять-таки, здесь не просто, во-первых, здесь точно поездка, начало чего-то нового, да, и связанность с семьей, создание семьи. Вот. То есть не просто какого-то мужчины знакомого. Я же говорю, мужчина это, с которым у вас либо близкодружеские отношения, скажем, уже много лет, либо какие-то близкородственные отношения. Вот такой звонок вам. И звонок получается один, да, через шесть недель. Шесть недель это где-то полтора месяца. А вот звонок от женщины, я не говорю, конечно, что эта женщина вам не звонит. То есть, скорее всего, вы общаетесь. Вот. Но именно через год она вам позвонит именно с каким-то выгодным предложением. Вот такой звонок из прошлого. Причем, может быть, что вы сейчас общаетесь с этой женщиной, а может быть, вы просто, ну, скажем, какое-то время с ней не общались. То есть, да, и вот через год она вам неожиданно позвонит и сделает какое-то финансово выгодное предложение, связанное с поездкой. Вот. У мужчины тоже такое предложение, связанное либо с поездкой, либо с созданием семьи. Вот. В общем, таких два звонка вам будет из прошлого. Вот. По поводу мужчины. Да, все равно, девочки, дело в том, что все, что было секунду назад, это все уже прошлое. Поэтому я просто слышу ваши вопросы по поводу того, что мужчина уехал, если на заработки, там, и все такое, да. Это как бы не из прошлого, да. Нет, все, что было секунду назад, это все уже прошлое. Даже долю секунды назад все, что было, начала расклад я тоже в прошлом. Вот. То есть, все прошлое. Ну, и совет вам теперь, собственно. Совет вам. Давайте выложу два совета на звонок мужчины и на звонок женщины. Посмотрим, что ангелы-хранители скажут по данному поводу. Ищите ответы в медитации. Вот. То есть, в медитации, возможно, вы поймете, что за мужчина. Девочки, ну, с одной стороны, выгодное предложение, а с другой стороны, все-таки, больше я вижу здесь именно о создании семьи. То есть, какое-то предложение от мужчины о создании семьи, о переезде. Либо о совместном переезде, либо о том, чтобы вы переехали к мужчине. Вот о чем я здесь вижу больше всего. Дальше. И по поводу звонка женщины. Как-то вы не захотите. Еще даже полезные люди. То есть, предложение какое-то выгодное будет очень. Выгодное по финансам. Но почему-то вы не захотите ехать к этой женщине. То есть, именно ваше решение будет нет. Вы не захотите, хотя она будет звать. Ну, посмотрите, что за выгодное предложение будет. Выгодное по финансам, именно очень выгодное. Ну, а все остальное решать только вам жизнь ваша. Переходите, девочки, теперь конец видео. Там, как всегда, будет карта на исполнение желания. А я перехожу к следующей позиции. Итак, переходим теперь ко второй позиции. Посмотрим, какой у вас будет звонок из прошлого. Когда, для чего и от кого. Мечты тут, мечты. Ну, тут тоже все замечательно, девочки. Когда по старшему аркану звезда через 3 месяца или осенью, что у вас тут ближе. Зависит от того, в какой момент вы смотрите данное видео. Что у вас ближе, 3 месяца или осень. Звонок связан с какими-то вашими мечтами. О чем-то вы мечтаете. Может быть, здесь по десятке пентаклей. Либо о недвижимости. И по недвижимости будет звонок. Либо по работе, либо по финансам. Что-то вы ждете. О чем-то вы мечтаете, что-то вы ждете. То есть, вы ждете этот звонок, собственно. Либо по документам, может быть. По бизнесу, может быть. То есть, больше всего связано с финансами. Либо с родственниками. Вот. Потому что десятка пентаклей, это, конечно, родовые связи. Вот. Причем, родовые связи и финансы. Вот такой звонок вам будет из прошлого. Собственно, от кого-то. Может быть, от каких-то родственников. Или, сейчас я посмотрю. Может быть, от мужчины звонок здесь. С предложением создать семью. Собственно. Мужчина, о котором вы мечтаете. Да. То есть, задумайтесь сейчас. Сейчас, о чем вы мечтаете. Какого звонка вы ждете. Потому что здесь четко показано то, о чем вы мечтаете. Тот звонок, которого вы ждете. Вот он будет. Именно через три месяца. Но я не имею в виду, что если там вы с мужчиной в паре. И там он день-два не звонил. И вы мечтаете о том, чтобы он позвонил. Он позвонит вам аж через три месяца. Нет. Речь не об этом. А именно вот что-то серьезное такое, связанное. Либо с вашей семьей. Либо с финансами. Либо с мужчиной, с которым вы давно расстались. И мечтаете, чтобы он вам позвонил, чтобы как-то, может быть, восстановить. Да, вот бывший муж, например. Если, скажем, развелись, а вы все равно продолжаете о нем мечтать. Вот здесь, да. Может быть. Но я сейчас уточню еще десятку пентаклей. Посмотрим. Да, ждете вы звонка. Но долго, долго нет. То есть, мечтаете, думаете вы о каком-то звонке, ждете. Ну, больше связано, все-таки, я бы сказала, с родственниками, с финансами. Именно что-то такое серьезное. С бизнесом, возможно. Да, ждете. И вот этот звонок важный. Важный для вас. Будет где-то через три месяца. Либо, я же говорю, может быть от мужчины звонок. Но это именно звонок с предложением восстановить отношения, восстановить брак. То есть, причем не просто какие-то отношения, да. А если у вас были серьезные отношения. Вот. Либо... Если у вас роман на расстоянии, скажем, и, ну, был роман на расстоянии, а потом расстались, то вполне возможно, мужчина позвонит и скажет, переезжай ко мне на совсем, давай мы с тобой создадим семью. То есть, вот такое. Ну, действительно, здесь что-то серьезное. То есть, звонок серьезный, именно с каким-то серьезным предложением. То есть, либо это звонок, если вы ждете покупка, продажа недвижимости, может быть, звонок по бизнесу, звонок по работе, предложение какого-то места очень вакантного. Или предложение от мужчины, но серьезное, именно, чтобы вы переехали к нему, или на то, чтобы восстановить отношения. Ну, это вот, если развод у вас был, скажем, хотя бы несколько месяцев назад. Или были серьезные отношения, а потом вы расстались и несколько месяцев вообще не общались. То есть, вот в этом случае. То есть, хотя бы месяца три назад. Но при этом, если были все-таки серьезные отношения и должны были закончиться свадьбе, то вот такой неожиданный будет звонок. И может быть, даже у тех, у кого, скажем, с мужчиной расстались или развелись два-три года назад, пять лет назад. Даже вот такое возможно. То есть, здесь звонок действительно очень серьезный и очень важный для вас. Будет через три месяца или осенью. То, что вам ближе. Ну, скажем, если вы данное видео будете смотреть зимой, то, конечно, вам ближе три месяца. Вот, как-то так. Карту совета я теперь выложу, девочки. На ваш этот звонок. Что еще ангелы скажут, да? Какой совет дадут ангелы по поводу этого звонка? Ищите ответы в медитации. Да, то есть, мечтайте и дальше. Ну, хочу еще одну карту от ангелов. Все-таки любовные отношения, девочки. То есть, я вот сомневалась. Любовные отношения тоже это касается. Но, причем, из прошлого, да. То есть, мужчина, о котором вы мечтаете, позвонит с каким-то серьезным предложением. Имейте это в виду. Так что, вот так. Так что, мечтайте и мечтайте. Все будет через три месяца. Я думаю, это как раз тот ответ на вопрос, о котором вы думали в начале расклада, когда выбирали позицию. Видимо, об этом звонке вы как раз и мечтаете и думаете. И переходим. Переходите, девочки, теперь конец видео. Там, как всегда, будет карта на исполнение желаний. А я перехожу к следующей позиции. Итак, третья позиция теперь у нас с вами. Итак, смотрим. Когда же будет звонок из прошлого? Девочки, через семь месяцев. Для чего? Интересно. И от кого? Звонка будет два. Сейчас посмотрим. Для чего? Причем один будет через два месяца, а другой через семь. Посмотрим. Они будут разные, но я не вижу от кого. Хотя здесь пока неопределенность. Но для чего? Либо для поездки, либо для переезда. Либо для достижения какого-то успеха. Либо для начала нового романа. Вот сейчас как раз посмотрим. Вот так. Какая-то женщина агрессивная. То есть, один звонок через семь месяцев. Вот какой-то женщины агрессивной. Для чего вам этот звонок? Посмотрим. Это какая-то родственница агрессивная, обеспеченная женщина, с которой у вас был конфликт. Вот. И через семь месяцев она вам позвонит для того, чтобы с вами помириться. Вот. Дальше. Вот переезд. Я здесь очень сильно вижу. Это может быть переезд на другое место жительства. То есть, просто в другую квартиру, в другой дом. Покупка, продажа недвижимости может быть. Может быть смена работы вполне. По бизнесу. То есть, деловой звонок может быть для заключения какого-то контракта или какой-то выгодной сделки. Это вот через два месяца, который будет звонок. Скорее всего, будет он от мужчины. Вот. Либо по поводу переезда. Ну, скажем, если у вас роман на расстоянии, да, по поводу переезда будет звонок. Либо о том, что мужчина к вам приедет. Это, смотрите, девочки, либо у вас роман на расстоянии, либо, скажем, вы давно с мужчиной расстались. И, ну, скажем, от трех месяцев до трех лет, если вы с мужчиной расстались, вот такой будет неожиданный звонок. И мужчина скажет либо то, что он к вам приедет, да. Ну, больше всего так, что он к вам приедет. В любом случае, это какое-то выгодное предложение. Но я сказала, тут уже по работе, по бизнесу, может быть. Либо в любом случае от мужчины. Звонок от мужчины. Вот. Что я тут вам еще по второму звонку могу. Да, расстались давно. Может быть, развод был или расставание было. Серьезным каким-то предложением мужчина. Не просто так этот звонок. Вот через два месяца будет звонок какой-то от мужчины. А через семь месяцев от женщины. Ну, женщина родственница какая-то. А вот, с которой был конфликт. Вот. Что еще тут по поводу мужчины интересного. Переживали вы из-за него. Да, было расставание. Здесь еще, смотрите, девочки. Может быть, звонок, если ваш мужчина, либо, скажем, ушел в другой. Да, вот так вернется неожиданно. Через два месяца будет от него звонок. Вот. И еще один момент возможен. Если у вас были отношения с женатым мужчиной в прошлом, то позвонит мужчина и скажет, что он развелся. То есть вот такой важный звонок. Либо, как я уже сказала, это может быть звонок по работе или по бизнесу. Скажем, с того места, куда вы хотели устроиться, но не могли. И неожиданно вам позвонят, скажут, приходите устраиваться. Либо по бизнесу. Это может быть от людей, с которыми вы очень хотели иметь какие-то партнерские отношения. Да, или какие-то сделки. Или, может быть, клиенты у вас были хорошие, а потом отказались. Вот. То есть люди, какие-то люди из прошлого. Но предложение очень выгодное. Выгодное по финансам, конечно же. И это то предложение, скажем, которое вы хотели, но вот не получилось. Либо я же говорю, вот больше всего я вижу ситуацию, что мужчина, если в прошлом у вас были отношения с каким-то женатым мужчиной, то он позвонит и скажет вам, что он развелся. Вот. Или, да, я говорила за то, что если муж или ваш мужчина, да, ну, бывают такие жизненные ситуации, если он ушел в другой, да, вы все еще продолжаете мечтать о том, чтобы он вернулся, то вот здесь, да, вполне возможно, что он вернется. Вот. Через два месяца будет звонок, как раз и с таким серьезным, выгодным предложением. В общем, вот такие звонки будут для вас. Карту совета. Сейчас я для вас выложу от ангелов-хранителей ваших. Посмотрим, что ангелов-хранители вам посоветуют. Я выложу на один звонок и на другой. На звонок от женщины совет и на звонок от мужчины совет. Женщиной, смотрите, она будет хотеть, естественно, восстановить отношения. Нужно пойти на компромисс. Ну, ангелы советуют пойти вам на компромисс с этой женщиной. И по поводу звонка мужчины. Полезные люди, да, то есть, ангелы все-таки советуют принять это выгодное предложение мужчины, каким бы оно ни было, то есть, чего бы оно ни касалось, а перспективы, собственно, я вам рассказала. Так что оба звонка, собственно, важные для вас. Ну, и теперь переходим, девочки, к карте. Исполнение желаний. Загадывайте желания, а также регистрируйтесь на мастер-класс. Живой, практически, мастер-класс, где я вас не только обучаю Таро, я еще и рассказываю разные фишки, возможности, да, о том, как менять свою жизнь, как исполнять желания. То есть, очень много всего интересного. С успехом уже прошло два мастер-класса мы с девочками. Дело в том, что эти мастер-классы, они очень сближают, потому что я специально беру мало человек на мастер-класс, именно на живой мастер-класс, для того, чтобы мы могли разобрать все-все-все вопросы. То есть, я не только обучаю, я еще и помогаю девочкам все разобрать. Так что, регистрируйтесь на мастер-класс. Итак, взяла уже эту колоду. Эта колода хочет вам сказать что-то. Карта на исполнение всех ваших желаний, которые вы загадали. Естественно, для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео, также нажали колокольчик. Карта говорит о том, что да, скоро, скоро все исполнится. По старшему аркану повешено это через три месяца исполнятся ваши желания. Ну и карту совета я вам, конечно, выложу из колоды ответы ангелов. А ангелы говорят через год. То есть, девочки, я хочу сказать, что у кого-то желание исполнится через три месяца по повешенному, а у кого-то через год. Зависит от желания. То есть, чем крупнее ваше желание, тем дольше времени нужно на его исполнение. Поэтому вот так. Но точно могу вам сказать, что ваши желания исполнятся. Так что регистрируйтесь на мастер-класс и будем вместе прорабатывать с вами ваши жизненные вопросы и ваши желания. На этом, дорогие мои девочки, от всей души желаю вам счастья, радости, удачи. Всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До свидания. До скорых встреч в новых видео.